Сочи вот уже восьмой год становится творческой площадкой для танцующих и поющих ребят, для тех, кто пробует свои силы в актерском мастерстве. Вчера были названы лауреаты в вокальном конкурсе, а сегодня жюри из состава балетмейстера Андрея Глушенко, хореографа-преподавателя Дианы Гроздевой и заслуженной артистки Кубани Екатерина Ярощук оценивала хореографию участников сочинского конкурса. Хореографический ансамбль «Астана» из Казахстана действительно зажег зрителей в зале, исполнив гуцульский танец народов Западной Украины. Это зажигательный танец, мы хотели зажечь публику, чтобы всем было интересно его смотреть. Как ты думаешь, у вас получилось? Наверное, да. Юные танцовщицы из города Аксу, что в переводе означает «белая вода», объездили уже много стран. Сочи не первый город, который аплодирует девчонкам, исполняющим казахский вальс. А в целом на фестивале представлена целая палитра танцевальных коллективов, 750 участников. Здесь и страны, и регионы нашей огромной страны. Цель очень простая – это вовлечение детей в занятия творчеством, развитие детских творческих коллективов, создание неких интересных творческих событий в жизни взрослых людей и, конечно, совершенствование профессионализма педагогов. Кроме конкурсных просмотров, пройдут и мастер-классы по хореографии. Агала-концерт состоится 1 июля в 20 часов. Все, кому не безразлично детское творчество, могут прийти в ход свободный. Тогда и будут названы победители. В течение года проводится около 60 подобных фестивалей. И уже в октябре по традиции Санкт-Петербург примет лауреатов первой степени в суперфинале. Гелена Всецына, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.